Я отовсюду слышу, iPad лучший планшет. И, к моему удивлению, даже владельцы Android-планшетов этот факт признают. Еще бы, он занимает первое место по продажам еще с момента выхода. Но я так до конца и не мог понять, почему. Вот, например, неплохие модели Android-планшетов на последних Android-ах, со стилусами и со всеми наворотами, но люди все равно берут iPad. Давайте же вместе с вами разберемся, почему это самый популярный и самый лучший планшет, по мнению многих. С вами Илья Слейд. У меня на столе две коробки. Два популярных народных выбора среди планшетов двух апостасей. Это, во-первых, iPad 2019, конечно же, который сейчас пользуется бешеным спросом. Второй, не совсем корректно, конечно, сравнивает, но, тем не менее, мы берем в общем платформе и говорить сегодня будем не только об этой модели, но в любом случае это Xiaomi Mi Pad 4. Он чуть подешевле, он меньше. И, по крайней мере, для того, чтобы сравнить два подхода и две платформы, он вполне себе сойдет. Да и новый iPad mini, который к нему заметно ближе, сейчас стоит сильно дороже. Рынок Android-планшетов в принципе огромен, и я, конечно, хотел бы иметь сейчас на столе какой-нибудь топовый Samsung с пером, но сегодня речь пойдет именно о народных таблетках. С чего же начинается противостояние двух вселенных? С таксильных ощущений. И здесь я был приятно удивлен, потому что Xiaomi показал себя молодцом. Такой же приятный алюминий, как и на iPad. Все сделано красивенько. У нас есть золотая оконтовка вокруг камеры, но все же немножко впечатление подпортилось после того, как я извлек его из коробки и увидел кучу наклеек на корпусе, и еще есть стрёмную защитную пленку на экране. Это прям дешево. Если мы берем Android-планшеты подороже и завышаем планку, то там тоже все хорошо и даже лучше. Все, что дороже двадцатки, все отлично. Здесь у нас есть Type-C, а значит сегодня попробуем проверить работу с донглами, и слот для сим-карты, а значит это вполне себе неплохой вариант, еще и портативный. Включаем и видим экраны. В случае с iPad все просто. При покупке абсолютно любой модели вы гарантированно получаете качественный ретинный экран с высокой плотностью пикселей, хорошей насыщенностью цветов, правильной цветопередачей и так далее. В случае с Android-планшетами нужно внимательно отнестись к выбору, посмотреть обзоры, понять какие экраны чем отличаются. Вот здесь, например, он слишком контрастный, а цвета слишком насыщенные. Работать профессионалом на нем будет трудновато. И проблема выбора здесь в принципе имеет место быть. С iPad'ами все просто. Ты можешь купить подешевле, он будет не такой мощный, но тоже отличный. Можно купить подороже, какую-нибудь версию Pro, со стилусом и безрамочным экраном. На Android-рынке все тяжело. Разные производители, разные экраны и матрицы, разное качество материалов и разное время поддержки девайса. Кстати, очко за пункт времени поддержки можно смело отдать iPad'у. Ну, вы сами понимаете почему. Все-таки они живут очень долго и обновляются до последнего. Пока совсем не умрут. Переходим к мощности. Здесь, если честно, я был приятно удивлен, потому что, как оказалось, они примерно одинаковые по мощности. И это особенно приятно, учитывая тот факт, что этот девайсик еще и стоит подешевле. Но если мы уйдем в ценовую категорию повыше, iPad рано или поздно уйдет вперед, потому что процессоры Apple сейчас, ну, прям, очень хороши. Здесь у нас Android 8.1 с десятыми UI, и при желании можно накатить хоть десятый с любыми оболочками, просто я рисковать не стал, потому что руки у меня с одного места растут. Но вы с вами прекрасно знаете, и это, кстати, является плюсом Android-девайсов. А это открытая файловая система, глубочайшая кастомизация, смена любых тем, оболочек и даже переустановка любых прошивок при имении ровных рук, и также пиратский софт. Но что происходит, когда мы заходим в Play Market и открываем топ приложений? Половина из них составляют реально моды для Майнкрафта, какие тебе угодно, с оружием, с мебелью, со всякими остальными штуками. Половина это игры для детей, прям откровенный странный ширпотреб. Дальше идут всякие одноклассники, вайберы и ватсапы. Последний хотя бы здесь есть, его нет на iPad до сих пор, и из-за этого очень много негодований, поэтому еще одну очку можно отдать сюда. Но сам список, это какая-то жесть. Листаем дальше, и вроде бы видим Lightroom, Photoshop Express, Kinemaster, пакет офиса от Microsoft, и вроде бы все не так плохо. Но, если мы взглянем на рынок приложений на iPadOS, здесь ситуация кардинально другая. Все те же самые Photoshop Express и Lightroom здесь есть, но в отличие от того же самого Android, здесь, например, есть полноценная версия Photoshop, которая вышла недавно, и доберется ли она до Android, пока вообще непонятно. В топе у нас здесь есть Procreate, GoodNotes, различные офисные пакеты, те же самые Zoom, Spotify, Skype, и нету модов на Minecraft. Вот, например, LumaFusion, лучшая программа для видеомонтажа, которая существует на мобильных девайсах, в принципе, и есть она только на iOS. На Android ее нет совсем. Что же получается, на Android хватает программ, но среди профессионального софта есть крупные игроки, которые на данной платформе не представлены в принципе. Если же говорить об использовании этих программ, здесь все еще грустнее, потому что есть такое классное слово, называется оптимизация. И на iOS с этим проблем не было никогда, потому что железок мало, все оптимизировано максимально, разработчики в этом заинтересованы, и рынок насыщен. Здесь же у нас огромное количество вариантов с разным железом, от разных производителей, с разными нюансами, и вылеты случаются чаще, к сожалению. Обновления, бывает, зачастую выходят реже, а некоторые приложения в принципе не оптимизированы. Нет, на iPad можно столкнуться с тем же самым, и открыть маленькое окошко айфоновского приложения, растянув его в пиксельном виде на весь экран. Но здесь это встречается немного чаще. Дальше. Если вы художник, и рисуете с помощью стилуса, а таких людей среди художников огромное количество, и они больше всего предпочитают именно планшеты, то на Android вы получите намного меньше удовольствия. Даже с очень дорогим премиальным планшетом на Android плавность пера, его точность и оптимизированность софта никогда не сравнится с iPad. Кстати, об оптимизации. На любом, даже самом дешевом iPad я могу запросто запустить любой AAA title, который без всяких настроек будет идти отлично и прекрасно. В случае же с Android придется ковыряться в настройках, чтобы добиться приятного результата, и некоторые игры даже на минималках могут подтормаживать, потому что железо старых Android планшетов, оно прям грустное. Дело дошло до аксессуаров, и здесь однозначно iPad является победителем, потому что он уже очень давно является лидером рынка, его форм-фактор практически не изменяется, и каждая мало-мальски известная компания, да и любая шарашкина китайская контора, пытается выйти на рынок со своим продуктом и отхватить какую-то часть рынка, выпуская под iPad огромное количество всего, начиная от клавиатур, заканчивая крутыми кейсами, или просто бамперами. Что хочешь. Хоть пленку, хоть стилусы найти, это будет достаточно просто. Говоря о ситуации с Android планшетами, там еще придется поискать что-нибудь на вашу модель, ее может не оказаться на складе, придется заказывать с Китая, ой, не подошло, а клавиатуры под эту модель нету, надо что-то искать, а чехол тут стрёмный, и выбора особо нет, и нюанс. Вот мы и подошли к донглам, и тут ситуация интересная. С iPad'ом все просто, за эти деньги у вас Lightning, который вряд ли чем-то вас порадует. Здесь же я могу засунуть флешку, прямо сейчас открыть проводник, зайти прямо на нее, открыть какой-нибудь видосик, и посмотреть его, при том довольно быстро, с этим можно работать, это можно импортировать программу для видеомонтажа, или для чего-нибудь еще, копировать фоточки с флешки вашей камеры, то есть в целом круто, я согласен. iPad в этом плане подотстал, и для подобного функционала придется покупать Pro-версию, которая стоит сильно дороже, и она не сможет сделать части того, что делает этот планшет, однако там есть все-таки Photoshop и LumaFusion, иначе что еще тогда делать с этими самыми файлами, кроме как просто смотреть их, а смотреть их можно и тут и тут, вопрос. В нашем же конкретном случае дешевый iPad проиграл. Что же получается? Если вы покупаете планшет для базовых задач, то есть посерфить интернет, посмотреть ютубчик, пообщаться с друзьями, поиграть с ними в Майнкрафт, и глянуть сериальчик перед сном, то в целом в данном бюджетном ценовом сегменте сильной разницы вы не заметите, и здесь, и здесь вам будет хорошо. Единственное, на iPad может быть все будет чуть более плавным и менее вылетающим. Но, если мы идем дальше и собираемся заниматься хоть какой-то более-менее профессиональной работой, Android планшет резко проседает и уступает сопернику в виде iPad, на котором и софта больше, и он более оптимизированный, и работает он всегда шустрее, и в целом удовольствия от этого ты получаешь больше. И не просто же так, реально огромное количество художников покупают себе iPad, потому что все плавненько, потому что стилусы классные, потому что экран замечательный и правильно передает цвета. Париться с выбором не надо, взял определенную версию с поддержкой стилуса, который тебе нужен и которого тебе хватит, и все. Но на Android, например, геймерам веселее, потому что здесь есть разного рода эмуляторы. Хочешь Dendy, хочешь Sega Mega Drive, хочешь GameCube, главное, с железом не промахнуться. И играешь, джойстик подключил, по Bluetooth гоняешь. Файловая система здесь открытая, переходники поддерживаются, поэтому с ними взаимодействовать проще. Но, опять же, надежность, время поддержки, оптимизация системы, количество аксессуаров и все остальное склоняет людей все же к покупке iPad. Так ли критична эта разница, конкретно для вас, пишите в комментариях. Лично я считаю, что и тот, и тот опыт вполне себе неплохой. И они подходят по-своему для разных задач. И что касается особенно бюджетного сегмента, планшеты на Android вполне себе неплохие. Лично я даже не знаю, что бы я предпочел к покупке за 30 тысяч рублей. Надо подумать. Пишите ваши варианты в комментариях. А с вами был Илья Слейт. Всем удачи, хорошего дня и настроения. Еще увидимся. Давайте так попробуем.